25 марта 2023 года клуб Диалогов в помещении философского книжного магазина «Даль» в Санкт-Петербурге представил встречу председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерея Александра Пелина с доктором философских наук профессором Дмитрием Шмониным. Побывать в этом замечательном месте, честно говоря, я в нем первый. Как-то так получилось. Вот. Но, может быть, потому что последние 6-7 лет жизни, так сказать, сапсан является местом работы. Вот. Туда-обратно, туда-обратно. Поэтому как-то и в родном городе меньше культурных мест, таких замечательных, задается. Но сейчас, как раз с учетом того, что уже отец Александр анонсировал, на самом деле это не анонс, это уже полноценная новость, потому что сам институт теологии Петербургского университета создан. Приказом он создан был еще в апреле прошлого года, а с осени началась его фактическая вот такая вот потихонечку работа. Понятно, что такие вещи не делаются сразу. Вдруг появился институт. Как в горе от ума, да? В Петербурге институт педагогическим зовут. Там упражняются в расколе и безверии профессоры. Вот. Здесь я привожу эту цитату в книжке из Грибоедова. Замечательный и очень точный ответ на вопрос о времени начала университетского образования, о том, какая теология и почему теология преподавалась в российских университетах. И вот сейчас фактически получается так. 300 лет тому назад, если считать от первоначального Петровского университета, который здесь, в Петербурге, вот, был основан в тени, как говорят, да, Академии наук, как часть ее, как структурное подразделение ее вместе с гимназией, потому что понятно было, что даже если привезти из Европы профессоров, то где взять студентов, которых эти профессора будут учить. Поэтому все Петр I делал вместе по совету, кстати говоря, немецких умных людей, как известно. И Лейблинс, и Христиан Вольф приложили к этому руку. И вот такая история, да, 1724 год, лично с пометками Петра, проект положения об Академии наук, университете, гимназии. И, во-первых, в строках этого положения, ну, по крайней мере, на первых страницах сказано, что, вообще-то говоря, университет — это четыре факультета. Философский — большой, главный, потому что на нем учат всему-всему-всему. Вот. И математике, и гуманитарным наукам. Ну, в общем, тот самый полноценный тривиум и квадривиум. И три высших факультета. Медицинский, теологический и юридический. Три высших наук. Все от Бога. Сначала Бога Слова. Словом Бог творит мир. Слово Божественное поддерживает его. И здесь и сейчас, на протяжении всей истории человечества, на протяжении всей истории христианской цивилизации, на протяжении, я сужаю, всей истории образования, вот эти вот высшие науки как бы дают возможность приобрести специализацию тому, кто прошел трудный путь, многолетний путь обучения на факультете искусства или факультете философском. Но к тому времени, когда Петр Первый создает Академию наук и университет, ситуация уже другая, да? Раннее просвещение. Идея того, что профессиональные школы, высшие школы имеют не меньше, а может быть большее значение, чем классический университет. А архаика такой же средневековой и постсредневековой схоластики, которая с трудом воспринимается, эти огромные латинские тексты, сложные по содержанию, трудные для понимания. И вот решение принимается иное, подсказанное и немцами, и личным опытом Петра, активно передвигавшегося по Европе, как мы знаем из истории путешествовавшего и набиравшегося этого самого опыта. И получается так, что теологический-то факультет, собственно говоря, один из трёх базовых и не нужен. Почему? Почему он не нужен Петру Первому? Потому что, во-первых, уже складывается сеть духовных учебных заведений. Есть, где готовить священник. Уже духовный регламент, разработанный архиепископом Феофаном Прококовичем, да? Вот. Уже складывается это сословие. А нет недостатка в подготовленных кадрах. Наоборот, черпают из семинарий, как известно, всех тех, кто поумнее посмышлённей, во всевозможные казённые структуры. Забирают и в Петербург из семинарий. Из Новгородской, из Александра-Невской. Это всё черпают. Поэтому токмозасинодом теология остаётся, сказано, после того, как описано в этом положении, каким должен быть университет. Токмозасинодом. А синод, как мы понимаем, это смежное ведомство. Ну, сейчас, даже сейчас, если посмотреть на здание, арка только разделяет. Вообще-то, говоря, это структурные подразделения администрации. Поэтому неважно, какому министерству принадлежит теология. Она присутствует. А второй момент. Чтобы нам читали какую бы теологию, какую бы богословию читали нам бы протестантские профессора, которых он заводил сюда, Пётр I, для того, чтобы они читали все естественные науки, математику и так далее. Философия, да. Философия, конечно. Философия новая. Вот, 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 вот отсюда. Ньютонианская. Декартовская. Всё-всё это, всё это да. Поэтому получается, что теологического факультета не было. Ни в первом вот этом Петровском университете, ни в московском университете, который спустя несколько десятилетий, да, в 1755 году, благодаря старой ночевалу Ивановсу, был, так сказать, создан в Москве. Для того, чтобы там учились, ну, не широкие народные массы, да, как говорится, не широкие народные массы, но, по крайней мере, более, более такой вот струя свежего воздуха могла туда попасть, в систему высшего образования. То, что всё-таки было посвободнее, попроще и попровинциальнее тогда, конечно. Вот. И несколько проектов в XVIII веке, несколько проектов в XVIII веке, когда духовные факультеты, духовные университеты пытались заводить, представляли проекты императрицам Елизавете Петровне и Екатерине Великой. Но смысла особого не было опять по тем же самым причинам. Преподавали ли что-то теологическое, системное в университете Петербургском первого периода или в университете московском XVIII веке? Да, преподавали. Преподавали богословие. Преподавали богословие, преподавали церковную историю, преподавали каноническое право. Конечно, эта тема заслуживает глубоких, серьёзных исследований, системных. Не всё ещё в этом плане, мне кажется, вышло, да, на поверхности систематизировано, тем не менее, явки, имена, пароли известны. Но не готовят там профессионально священнослужителей, не готовят богословов. И так продолжается до, в общем-то, весь имперский, весь синодальный период, потому что потребности такой нет. Теология присутствует, как богословские курсы. Очень интересно посмотреть, вот здесь я это в книжке описываю, специально листал Ломоносова Михаила Васильевича, который вот после того, как проект с московским университетом удался, он хотел и здесь, в Петербурге, придать такой же статус императорского университета тому вот несчастному учебному заведению, которое влачило своё существование и продолжало, так сказать, выпиваться. Знаете, наши петербургские историки, историки Петербургского университета в своё время раскопали множество документов, они опубликованы, которые свидетельствуют о том, что университетское образование в Петербурге было. То есть вот когда говорят, что московский университет наш первый и наш российский, это, конечно, не так. Но москвичи всегда говорят, не было инаугурации, не было статуса, не было того, не было сего. Ну, тут вопрос о том, шашечки или ехать, что важнее, да? Шашечки, чтобы были на машине официальное такси или чтобы вас довезли куда следует. Получается, что такая вот ситуация странная, но, в принципе, на самом деле понятна. Советскую эпоху, здесь я называю это университет версия 4.5, 4.5. Университет версия 4.0. Обратите внимание, я специально через пень-колоду скачу, чтобы интерес пробудить. Потому что если начать рассказывать всё по порядку, какой смысл? Да, если аннотация и книжки есть, то зачем я потом в руки брать? Вот, поэтому я специально пользуюсь таким нехитрым приёмом. Запутать. В данном случае не врагов, а друзей. Так вот, университет 4.5, советский университет, с такой квази-религиозным идеологическим подходом. Это действительно много открываешь для себя, когда начинаешь думаться, на каких принципах строилась вот та вот идеологическая воспитательная работа в университете, когда вместо того, чтобы, ну, в общем, вместе с тем, чтобы инженеры учить инженерным наукам, фармацевтам фармацевтическим, всем читали научный коммунизм, историю КПСС и так далее. Совершенно разные вещи. Но вместе с пониманием того, что вот Харуби с портретами членов политбюро, Мавзолей и всё прочее, эти соборы... То есть квази-религия. Да, съезды КПСС, всё это вместе работало и перестало, ну, работать, конечно, в такие всытые 70-е, наверное, годы стало уходить эта идеологическая острота, и уже стало всё это работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова